Вооруженными силами Российской Федерации продолжалось проведение специальной операции. На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гриняковка Харьковской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Новоселовской, Луганской Народной Республики, Западная, Масютовка и Крахмальная Харьковская область. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 80 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица М-100Б и самоходная гаубица Гвоздика. На Краснолиманском направлении группировкой войск-центр нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходные гаубицы Акация и Гвоздика, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений южной группировки войск. За сутки на данном направлении уничтожено до 150 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО ГРАД и самоходная гаубица Гвоздика. Также в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка ДНР уничтожены 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины. На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки войск Восток наносилось огневое поражение скоплением живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Углидар, Причистовка ДНР и Полтавка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Углидар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также 4 самоходные гаубицы Гвоздико. Армейская авиация, ракетами, войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники в 112 районах. В средствах противовоздушной обороны за сутки сбито 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман 2-й Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голикова, Рубежная, Червона-Поповка, Колымычиха Луганской Народной Республики и Геройская Херсонская области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплексов, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.